Дама с топором в борьбе против алкоголизма. Из цикла «Огненная вода». В семье мелких землевладельцев, имевших несколько рабов, в 1846 году, в американском штате Кентукки, родилась Кэролайн Амелия Мур. У маленькой Кэрри было трудное детство, она часто пряталась в комнатах рабов от матери, страдающей психическими расстройствами. Хоть семья и переезжала постоянно с места на место, на лышенной родительской ласке девочка выросла пылко-религиозной. Во время гражданской войны 1861 года семья Мур была эвакуирована против их воли, и Кэрри пошла работать медсестрой в полевой госпиталь. После окончания войны, в 1867 году, она поселилась в Миссури и вышла замуж за своего друга детства, Чарльза Глойда. Их семьи не одобрили этот союз, и пара оказалась в положении, отвергнутом их родными. Муж Кэрри был военным хирургом, став после войны заядлым алкоголиком, чье пристрастие к спиртному быстро ухудшалось. В 1869 году Кэрри забеременела и начала испытывать отвращение к поведению мужа. Наконец, она вернулась к родителям, бросив его. Чарльз Глойд вскоре умер от цирроза печени, и судьба мужа произвела на молодую женщину неизгладимое впечатление, что коренным образом изменило ее будущую жизнь. Кэрри родила дочь Чарлин и устроилась работать учительницей, но ее быстро уволили, чтобы поставить на ее место другую. В это время она повстречалась с Дэвидом Нэйшном, на 20 лет старше ее, который сделал Кэрри предложение. Ее маленькая дочка часто болела, что усугубляло и без того не блестящее финансовое положение пары, тратящей деньги на бесконечные поездки по оздоровительным центрам. Кэрри опасалась, что недуги дочери были следствием алкоголизма покойного мужа, что еще больше усилило ее отвращение к алкоголю. Дэвид Нэйшн, после неудачной попытки организовать сельскохозяйственное предприятие в Техасе, стал проповедником в Канзасе, в Медисин Лодж, и часто выступал в местных церквях. Кэрри же стала еще более религиозной, что даже мешало проповедям Дэвида, и это начало портить их отношения. Несмотря на ссоры, Кэрри присоединилась к движению жертв алкоголизма, добиваясь закрытия городских питейных заведений. Ее деятельность, отпугивающая клиентов, вскоре вызвала недовольство владельцев магазинов, торгующих алкоголем. Уже с 1855 года в Канзасе фиксировались вооруженные нападения на салоны со стороны женщин. В 1880 году правительство приняло кое-какие запретительные постановления, но производители алкоголя выступили против этих законов, и часто посредством взяточничества. Это побудило Кэрри Нейшн начать путешествовать по всей территории не только США, но и Великобритании и Канады, с антиалкогольными выступлениями и нападениями на места, где продавали алкоголь. В сопровождении последователей или в одиночку Кэрри Нейшн начала разрушать винные магазины топором и нападать на салоны в разных городах Среднего Запада и Канзаса, где даже вторглась в офис губернатора Уильяма и Стэнли. По всему Среднему Западу прокатилась волна нападений на салоны сторонниками сухого закона, вдохновленными действиями Кэрри Нейшн. Одни считали ее террористкой, другие восхищались ею, но хоть общественное мнение и разделилось, ее вторжения с помощью оружия произвели большое впечатление и сделали ее знаменитой на всю страну. В конце 1901 года приступы ярости Кэрри, наконец, пошли на убыль. Ее деятельность часто заканчивалась тюремным заключением, побоями и штрафами, но она приобрела такую популярность, что умудрялась зарабатывать себе на жизнь проведением конференций, распространением собственных фотографий, выпуском своей газеты и продажей булавок в форме топора. Устав от ее известности, муж Кэрри развелся с ней, но она считала его фамилию идеальной для рекламы своей компании и продолжала использовать ее. В те времена во многих американских барах снаружи и внутри висели таблички «Приветствуется все Нейшн, кроме Кэрри». В последние годы своей жизни самоотверженная женщина продала дом своих родителей и купила другой дом в Медисин Лодж, где открыла реабилитационную клинику для алкоголиков. Дом Кэрри Нейшн теперь внесен в национальный реестр исторических памятников. Ее заслугами также являются избирательные права для женщин и отмена ношения корсета. Кстати, так же сильно, как и алкоголь, Кэрри ненавидела табак, и еще одну печальную известность она приобрела, выхватывая сигарету или трубку изо рта курильщиков на улицах и топчая их ногами. Обремененная штрафами, Кэрри Нейшн была вынуждена участвовать в многочисленных водовильных шоу. Чувствуя уже недостаток сил, она поселилась в Арканзасе, где произнесла свои последние речи. Во время одного выступления, в январе 1911 года, она потеряла сознание. Кэрри умерла в больнице Ливенворта в июне следующего года и была похоронена рядом со своими родителями в Белтоне, в штате Миссури. Через 8 лет после ее смерти в США ввели сухой закон. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАЖ КЛАБ и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.